добрый день коллеги сегодня мы рассмотрим достаточно актуальную тему для правоприменения для бизнеса я даже больше степени сказал я хотел бы начать с того почему выбрана эта тема и актуальность как бы это банально не звучало я являюсь руководителем корпоративной практики в компании юридической лексфорд занимаюсь уже порядка 10 лет корпоративной практикой и последние два года начал замечать для себя что тема скрытого владения является весьма актуальной для клиентов для бизнеса причем обращаю ваше внимание что данная тема является актуальной не только с точки зрения созидания но и с точки зрения разрушения что я подразумеваю под созиданием это когда на основании модели скрытого владения акции медалями в хозяйственных обществах корпорациях на строится бизнес когда конечный бенефициар для неопределенного круга лиц не виден это это модель весьма интересно для бизнеса становится также как и обратная сторона этой медали разрушение то есть есть противоположная сторона кто хочет наоборот дотянуться до конечного бенефициара и как раз таки завладеть его активами если какие-то общества с участием номинального владельца имеются задолженности и ввиду изменений законодательства ввиду экономической ситуации в стране данные модели на чем мы далее поговорим становится все более и более интересной но я сразу хотел бы такую небольшую поправку оговорку сказать что в рамках настоящего бинара но каких-то правовых оценок что делать нужно что нельзя я постараюсь этого избежать потому что сразу скажу что в большинстве случаев данные модели используются все-таки в негативном ключе и расцениваются в том числе налоговыми органами кредиторами и так далее но есть часть добросовестного если можно так выразиться использование данной модели скрытого владения акциями долями ну будем надеяться и рассчитывать что все мы будем данную модель использовать исключительно в русле позитивно давайте приступим секундочку как я говорил уже у скрытого тетневого владения имеют свои плюсы и минусы давайте наверное начнем с плюсов вот непосредственно слайде отражены те позитивные моменты которые может вам дать скрытое теневое владение первый момент с чем к нам обращаются клиенты это безусловно анонимность у нас есть определенный пул лиц владельцев конечных бенефициров которые попросту ну как в простонародье говорится не хотят светиться они ставят в общество номинала там своего родственника товарища коллегу и так далее и на основании вот этой вот модели теневого владения выстраивают бизнес почему не хотят деанонимизироваться ну есть ряд причин то есть это может быть и как уход от чего-то так и возможность ведения бизнеса вне поля сми и так далее моментов много второе это управление обществом случае если в силу закона это делать невозможно вот опять кейс из моей практики к нам обратился один из клиентов он являлся депутатом и он не мог в силу закона иметь бизнес ну соответственно ему необходимо было иметь своего номинала который бы занимался фактически бизнесом а бенефициар конечно и управлял виду прямого запрета законодательства он самостоятельно это не мог делать но с помощью вот хорошего там друга товарищей коллеги данная модель реализуем третий аспект возможности избежать ответственности переложить ее на номинала это своеобразная такая диверсификация рисков можно если если так можно выразиться то есть как по практике происходит как правило у нас конечный бенефициар лицо финансово более обеспеченные нежели чем номинал и с целью того чтобы конечный бенефициар сохранил свои активы неважно это будет банкротство возможно это будет взыскание убытков у нас вся ответственность перекладывается на номинал номинал как правило это там родственник как я уже говорил друг и так далее то есть вся вся ответственность на номинала на там родственника друга перекладывается в лучшем случае конечный бенефициар возместит ему те убытки которые он потерпел в худшем случае ну бывает такое что номинал самостоятельно переживает эти моменты и последний момент последний аспект позитивный скрытого владения ну на самом деле я скажу много я основные выделил что теневое владение у нас является инструментом формата формирования корпоративной структуры и причем я скажу что по последнему пункту за последние два года как раз таки обращается очень много бизнесменов лица которые планируют вести деятельность которые уже ведут свою деятельность активно как раз таки с целью формирования корпоративной структуры то есть некоторым просто удобно что у них идет разделение собственников в рамках там группы компаний кто-то пытается уйти сами понимаете от чего там от дроблений от сохранения статуса субъектов малого и среднего предпринимательства и так далее то есть в разрезе скрытого теневого владения и позитивных аспектов этого теневого владения могут вот эти вот аспекты которые перечислил плюс там в зависимости от аппетитов бенефициара конечного вот эти вот плюсы могут отличаться могут миксоваться каким-то образом и так далее то есть я это еще неоднократно скажу в ходе своей презентации что в ходе своего доклада что формировать скрытое теневое владение необходимо персонально по каждому бизнесу с учетом специфики бизнеса с учетом стадии когда начинает формироваться скрытое теневое владение инструменты могут быть использованы разные и под каждый случай отдельно необходимо уточнять потому что какого-то общего рецепта как выстрелить скрытое теневое владение наверное посоветовать невозможно для каждого для каждого персонала это будет выражаться отдельно но тем не менее вот по плюсам я сказал давайте перейдем к минусам баланс баланс нас везде должен быть по рискам скрытого владения риски вот обозначены на данном слайде основной риск с которым и мы сталкивались это обретение на мелан номиналом самосознание ну вот назвал я это так как я уже говорил у нас ставится номинал друг товарищ коллега и так далее но в один определенный момент когда у людей когда у бизнесменов встает вопрос ребром относительно денежных средств у них возникает конфликт я думаю ни для кого это не секрет и в случае если такие конфликты возникают то в большинстве случаев данные конфликты на стадии досудебного урегулирования мирного регулирования спора не заканчивается все уходят в суд соответственно у нас так как в случае если у нас теневое владение не оформлено надлежащим образом мы к этому еще позже перейдем в этом случае у нас очевидно очевидный риск что с обретением самосознание номиналом от конечного бенефициара уйдет и его бизнес что будет существенным финансовым ущербом убытком для конечного бенефициара второй риск это собственные долги долги номинала ну как я говорил номинал у нас зачастую там родственники и так далее но у каждого лица тем более который замешан в бизнесе есть такая замечательная опция как своя деятельность к примеру вот это физическое лицо номинал у нас вдруг обретает какие-то долги кредитные в рамках иных в рамках ведения и но бизнеса и соответственно у нас возникает риск что вот на вот эту вот долю которая принадлежит конечному бенефициару может быть к примеру возьмем обращено взыскание в рамках исполнительного производства банкротства и так далее и так далее риск очевиден что конечный бенефициар не подозревая того что такой риск может произойти попросту лишается своего бизнеса и причем в данной ситуации у нас какого-то злонамеренного умысла со стороны номинала нет ну вот так получилось у нас весь бизнес на рисковом характере основа ну и третий риск я знаете так общо взял назвал его шило в мешке в мешке все равно не утаишь как правило у нас бизнес процесс достаточно длительный трудозатратный и в рамках этого бизнеса нередко происходит что конечный бенефициар у нас где-то возникает что я подразумеваю под тем что он где-то возникает информация о нем в сми появляется где-то он представляет интересы от общества где он является конечным бенефициаром но не входит состав участников акционеров исполнительных органов и так далее следом оставляется вот эти самые так называемые теги и в результате вот чем больше этих тегов оставляется тем больше риск того что конечный бенефициар может быть привлечен к ответственности за те грехи которые наделала общество это и взыскание убытков это и субсидиарная ответственность но мы в последующем на конкретных примерах все рассмотрим поэтому это тоже такой риск риск финансовый риск ответственности конечного бенефициара сейчас так немного небольшое лирическое отступление ну как известно у нас российское право оно так или иначе позаимствовано с иностранных юрисдикций и в принципе конструкция теневого владения она уже там из и испокон веков используется в том числе в немецком французском английском законодательстве но знаете наверное я бы даже я бы даже это переформулировал что конструкцию теневого владения скрытого владения нам подарила не иностранное законодательство подарили российские реалии введения бизнеса в нашей стране не нисколько не негативно отзываясь но сами понимаете что и налоги и сокрытие и так далее это присуще развивающемуся бизнесу и в иностранных юрисдикциях понятие теневого владения как я уже сказал достаточно давно и используется и конструкции они в принципе они схожи с российской юрисдикции но имеет там определенные отличия мы сейчас погружаться в это не будем ну вот например в как раз таки в французском законодательстве называется соломенные человечки то есть словами человечки лицо которое является ширмой маской за реальным бенефицара в россии как такого понятия не было до там 2017 до 2017 года но сейчас у нас в нашей терминологии это просто называется номинала и суды в том числе вот то есть ссылочка наверно на верховный суд рф постановление пленного семнадцатого года ввел термин номинальный руководитель номинальный руководитель это касаемо единочной исполнительного органа но мы можем провести параллели и номинальный участник сделать в 2021 году в срф в своем определении ввел понятие мнимый собственник здесь вопрос терминологии от перестановки слагаемых сумма в любом случае не меняется но обращаю ваше внимание на что на даты данных документов у нас законодательство начинает в этом ключе развиваться сразу скажу что на данном этапе законодательство можно наше квалифицировать как законодательство на начальном уровне на зачаточном уровне по выявлению как раз таки и реальных бенефициаров и номинальных собственников мнимых собственников и последние наверное пару лет как раз таки пошла практика как я говорил уже по пути по пути унификации и норм в части позитивных созидательных то есть урегулирование взаимоотношений между номинальным собственником и конечным бенефициаром так и практики направлены на разрушение то есть эта практика как правило банкротных составов дел о банкротстве где как раз таки вот эти вот модели схемы по теневому владению их рушат опять же таки позже про это поговорим и обращаю ваше внимание что на данном этапе в части допустим разрушения если мы берем то банкротное законодательство практика банкротных судов не банкротство банкротных коллеги по банкротным делам она впереди планеты все идет у нас уже после этого ну как в принципе его и в любой конструкции сложной это будет все интерпретироваться на корпоративные споры это будет переходить все в грозанскую плоскость пока что вот 90 процентов того что нам предлагают суды в части раскрытия него владения это все в рамках процедур банкротства происходит но по моим прогнозам по прогнозам иных юристов недолг тот час тот день когда у нас те самые правовые позиции которые у нас сейчас отписывают банкротные коллеги банкротные судьи перейдут и в общегражданские споры в частности корпоративные споры поэтому вот сейчас мы можем наблюдать за зарождение фактически правоприменительной практики в части разрушения конструкции теневого номинального владения я затронул тему банкротства банкротств и первым своим мини этапом мини блоком по сегодняшнему вебинару хотелось бы как раз таки отразить как у нас сейчас развивается делата в части теневого владения в банкротстве каким образом выявляют конечных бенефициаров каким образом выявляет номиналов и так далее ну начнем сначала с последствий которые могут быть опираясь на банкротную правоприменительную практику у нас вот три основных момента каким образом у нас может пострадать конечных бенефициаров в рамках споров о банкротстве и выявления той самой модели теневого владения первое это включение в конкурсную массу имущества оформленного на номинала то есть здесь дела достаточно простые касаемые исключительно имущества мы сейчас про общество не говорим оформленное имущество какое-то на номинала хотя опять же таки хочу сказать что есть кейсы и случаи когда и общество касается когда имущество давайте предположим там и общество сейчас тоже берем признается что данное общество номинально оформлено на лице на другом к примеру то у нас там родственник опять же как я говорил и это ему имущество изымается из собственности номинального владельца передается в конкурсную массу банкротящегося должника как правило банкротится у нас конечный бенефициар по моему на следующем слайде будет кейс очень интересный мы попробуем подробно разобрать каким образом каким образом суды приходят к выводам что собственник является номинал второе это обжалование сделок мнимые злоупотребления специальные банкротные основания аналогично в принципе по предмету доказывания это будет примерно как раз таки к первым пункт и третья субсидиарная ответственность что в обществе что обществе определял деятельность давал обязательное к исполнению указания не номинал лицо который стоит за всем этим ну то есть в данном случае это конечный бенефициар будет вот касаемо направлений скрытого владения в банкротствах основные тезисы по данному направлению такие есть еще нюанс но мы сегодня пройдемся по основным моментам и попробуем там разобрать пару каких-то интересных кейсов с целью того чтобы и вы понимали в каком направлении двигаться хотя бы в рамках введения модели вашего бизнеса чего избегать и так далее вот теперь мы перейдем как раз таких к этому интересному банкротному кейсу дело филиментика назвал я его соевольной руки вот таким образом кейс достаточно сложный но я постараюсь его вот буквально за пять минут рассказать что произошло произошло следующее на слайде вы видите было общество о региональное продовольствие в данном обществе было несколько участников в том числе одна треть долей принадлежала господину филимендикову 2004 год чтобы понимали по датам это было в последующем по моему 2007 году региональное продовольствие решением создает о в неме сибирь общество где региональное продовольствие являлось единственным участником последующем 2000 2000 седьмом восьмом году о в неме сибирь продает доли на 5 лиц то есть появляется пять участников в том числе появляется госпожа милинцова как вы видите на схеме милинцова является тетей филимендиков соответственно филименников племянник милинцовый в последующем вот если вы ниже обратите внимание здесь происходит ряд сделок по распределению долей в том числе от милинцовой здесь и дарения и продажи на другие общества в конечном итоге вот правая часть слайда милинцова на период рассмотрения спора вот как раз таки по делу указанному на слайде 46 12 785 является участником с долей с размером доли 28 и 8 процентов что происходит дальше арбитражный суд признает господина филименникова банкротом назначается арбитражный управляющий этот арбитражный управляющий видео вот всю вот эту ситуацию картину как все происходило приходит для себя к выводу что данная доля на госпоже милинцовой вернее милинцова госпожа является номинальным собственником данной доли и для того чтобы пополнить конкурсную массу господина филименникова он обращается в суд с иском о признании сделки даже не сделки от цепочки вот этой все в сеть цепочки сделок начиная там с 2007 8 года притворный и указывает что фактически данная сделка прикрывала собой сделку по купли-продажи доли на господина филименникова суд первой инстанции отказывает удовлетворение требований управляющего но суд апелляционной инстанции отменяет данное решение удовлетворяет требования признает недействительную сделку и фактически переводит право собственности доли 28 8 процентов с милинцовой на филименникова ну вот так вот легкой легким движением руки как мы видим произошла смена собственника с номинала на конечном бенефициара и последствия вы понимаете что конечный бенефициар по итогу своего банкротства лишиться данной доли но это однозначно и очевидно будет суд касационной инстанции засиливает решение суда апелляционной инстанции и хотелось бы обратить внимание на основные выводы доказательную базу почему суд апелляционной инстанции признал данную сделку притворный первый момент на который указал указали суды это то что не представлено доказать что милинцова в ходе реализации всей цепочки сделок имела финансовую возможность на приобретение доли то есть суд фактически исследовал данные доказательства пришел к выводу что нет в принципе такого не может быть второй момент суд приходит к выводу о фактической реализации господином филименниковым прав и обязанности участника в неме сибирь в по доле в размере 28 и 8 процентов чем это мотивируется мотивируется это тем что первое филименников имел доверенность от милинцовой в том числе на участие в собраниях на распоряжение долей от милинцовой данный факт ну вот мы еще будем иные кейсы рассматривать это будет фигурировать факт наличие доверенности от номинала на конечного бенефицара безусловно в силу прямого указания даже федерального закона о банкротстве является свидетельством того что является не свидетельством является одним из доказательств одной из монеты в копилку одной из монет в копилку того что взаимоотношение не типичный и также стоит обращать внимание на формулировки и объем полномочий передаваем в доверенности то есть если одно лицо передает другому полностью все права и обязанности участника ну это не типично для хозяйственной деятельности это уже в любом случае будет заострять внимание судов на подобные случаи на подобные на подобные кейсы следующий момент в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции были в качестве свидетелей допрошены участники как действующие о вне миссибирь так и бывшие участники данные участники дали показания о том что фактически милинцова не участвовал в деятельности как участник всю деятельность за милинцевого как участника осуществляла филимеников и соответственно филимеников является конечно мы бенефицара данные показания тоже были И пояснения были использованы в рамках судебных актов судов апелляционной и кассационной инстанции. Также суд обратил внимание на то, что Филимендиков без какого-либо экономического интереса, целесообразности выступал поручителем по ВНИМИ Сибирь по кредитному договору на 275 миллионов. То есть, понимаете, если поведение отличается, разнится от, можно сказать, обычного делового оборота и предсказуемого поведения страны в ходе хозяйственной деятельности, ну, естественно, это будет тоже учитываться. И последнее, что отметил суд, что распределение дивидендов напрямую на Меленцову не является напрямую доказательством того, что она была реальным бенефициаром. Поэтому вот необходимо в рамках построения структуры теневого владения учитывать в том числе и эти элементы. Вообще, на самом деле, этот кейс очень-очень показателен. То есть, здесь прям совокупность таких аспектов и доказательственной базы, на которые стоит смотреть. Ну, и в то же время смотрим в сторону не только созидательную, но и разрушительную сторону, сторону разрушений. Что при анализе номинального взаимоотношения номинала и конечного бенефициара необходимо учитывать какие-то определенные моменты и аспекты. Опять же-таки, повторюсь, что с учетом конкретной ситуации. Давайте дальше перейдем. Теперь перейдем по способам скрытого владения. По поводу способов скрытого владения. Я вот, используя исключительно свой вокабуляр, обозначил данные способы, как первый – понятийный контроль, второй – юридический контроль с применением юридических конструкций. Что я подразумеваю под понятийным контролем? На слайде все, в принципе, описано коротко. Что в рамках понятийного контроля бенефициары номинал действуют, как правило, по устной договоренности. То есть это понятийное джентльменское соглашение. Отсутствует, вот что характерно для понятийного контроля, для бенефициара, кроме добропорядочности номинала, не существует каких-либо гарантий. То есть все на свой страх и риск исключительно. Но, как я уже говорил, что и при виде больших денежных средств у нас резко и родственные отношения уходят, и друзья уходят и так далее. Поэтому с этим нужно поосторожнее. Это крайняя мера, если невозможно построить это на юридическом контроле. Вы знаете, у меня был относительно недавно кейс, когда пришел человек и говорит, что вот я хочу все оформить на своего знакомого. Я говорю, а кто знакомый? Он говорит, ну мы вместе участвовали в первой чеченской кампании. Я говорю, а вы ему доверяете? Он говорит, ну честно скажу, я своим детям так не доверяю, как ему доверяю. Ну, не знаю, чем это закончится, конечно, но я надеюсь, что у каждого есть такой же человек, кому вы доверяете больше, чем своим родственникам. Относительно юридического контроля. Как я говорил уже, юридический контроль у нас жиждется на юридических правовых конструкциях. Мы подробно, опять же-таки, на следующих слайдах и про понятийный контроль поговорим, и про юридический контроль. То есть заключается ряд сделок, соглашений, договоров между номиналом и конечным бенефициаром, посредством которых конечный бенефициар у нас получает те или иные гарантии, возможность контролировать деятельность общества, давать указания, но в рамках правового поля. Опять же-таки, скажу, что нет панацеи. Если вы там заключили, забегая чуть вперед, там опцион, корпоративный договор, это не значит, что вы можете полностью владеть, распоряжаться долей, и вам ничего не грозит как конечному бенефициару. Нет, надо оценивать финансовое состояние, надо оценивать аппетиты в первую очередь конечному бенефициара, аппетиты номинала, кто что хочет из этого получить. И уже с учетом анализа текущей ситуации, с учетом анализа рисков правовых, уже какую-то итоговую конструкцию определять для себя, что можно сделать в конкретной ситуации. Теперь давайте подробно поговорим про каждый из видов как раз-таки вот этого понятийного контроля. Начнем с него, потом продолжим юридическим контролем, понятийный контроль. Постараюсь по каждому из случаев привести какие-либо кейсы, какие-то релевантные и интересные. Первый основной способ понятийного контроля – это контроль на доверие. Как я уже говорил, просто устная договоренность, номинальный собственник, родственник, друг, служебные связи, сослуживец и так далее. Как договорились, так и пойдет. Уйдет от вас друг, уйдет родственник и так далее, гарантий ноль, никаких нет. Методика ходовая у нас в практике, никакого не требует закрепления, ничего абсолютно. Но риски соответствующие вы тогда на себя принимаете. Второе – это передача полномочий участника по доверенности. Это те случаи, когда у нас номинал выдает, как я уже говорил, опять же таки, отсылаясь к кейсу Филимендикова, выдает доверенность на конечного бенефициара, а конечный бенефициар уже как участник действует по данной доверенности. Сразу скажу, что есть определенные риски в этом всем. Мы о данных рисках немножечко попозже поговорим. Ну, так коротко, что и риски признания контролирующим лицом в рамках и банкротства, и вне банкротных производств, в корпоративных спорах и так далее. Третий ходовой достаточно путь – это контроль общества через договоры. Как правило, конечный бенефициар заключает с обществом, где у него номинальный контролируемый участник, либо акционер, договор, купли-продажи основных средств, активов. Делается это либо с пустографками на будущее, так скажем, либо это делается в час икс, когда понимают, что уже у общества достаточные финансовые проблемы и общество находится в стадии банкротства и так далее. То есть разные бывали случаи. Поэтому хочу сказать, что контроль через договоры – это уже такая модель, которая себя изживает постепенно. Почему? Потому что практика оспаривания сделок уже… Если мы сейчас говорим о периоде, в котором мы живем, что у нас период становления практики по выявлению номиналов и конечных бенефициаров, то период, когда все сливали на номиналов, передавали на конечных бенефициаров, он уже давно прошел. Это уже так называемые махровые схемы. Использовать можно, если к этому грамотно подходить, но вот на примере одного из кейсов, а потом вам покажу, расскажу. Здесь общий концепт понятийного контроля, о котором мы уже неоднократно говорили. Среди стороны договариваются, номинал остается в обществе, бенефициары за пределами периметра, за пределами окруженности в данном случае. Общество получает то, что ему надо. Номинал, естественно, тоже что-то получает, если, конечно, он не занимается благотворительной деятельностью. Понятийный контроль – возможные проблемы. Первая проблема, которая очевидна, и о которой я говорил, это привлечение киневого бенефициара к субсидиарной ответственности в рамках банкротства. Вот есть кейс, реквизиты есть, презентацию можете посмотреть, скачать. Коротко скажу, что по этому кейсу была организация, банкротство организации, привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, и в том числе в рамках лиц, кого привлекают к субсидиарной ответственности, затесался конечный бенефициар. Суд удовлетворяет требования, привлекает к субсидиарной ответственности солидарно, в том числе и конечного бенефициара, указывает, что данный конечный бенефициар, как я уже говорил, и указания давал обязательные к исполнению, и организовал фактическую деятельность. В качестве доказательной базы тут все даже намного проще было, нежели чем в кейсе Филименникова. Там и на сайте группы компаний холдинга размещалась информация о том, что конечный бенефициар занимается все-таки деятельностью в данном обществе. В том числе были, как и в кейсе Филименникова, родственные связи выявлены между реальными, извиняюсь, не реальными, а номинальными, собственниками и конечным бенефициаром было указано, что проводились, опять же, свидетельские показания, совещания с участием лица конечного бенефициара, где он выдавал указания. Поэтому здесь достаточно просто это все выявляется на данном этапе, и в том числе показания могут давать также и работники. То есть не обязательно это топ-менеджеры могут быть, это могут быть и обычные сотрудники, не из управляющего звена, просто подтвердить факт того, что приходило лицо, давало указания, как работать и так далее. То есть в рамках, сразу сделаю аналогию с делами об оспаривании сделок в рамках корпоративных споров аналогично. У нас испокон веков свидетельские показания принимались, взыскание убытков корпоративных аналогично. То есть я думаю, что предмет доказывания данных споров будет отличаться, естественно, в нюансах каких-то. Ну в общем, в общих чертах уже велосипед, как говорится, не придумаешь. Доказательная база будет одна и та же. Второе, это взыскание с него бенефициара убытков вне рамок дела о банкротстве. Вот прошу обратить внимание на постановление арбитражного студа от Западно-Сибирского округа, в котором взыскивали убытки корпоративные по заключению сделок, по выводу активов. Ну аналогично. Привлекли конечного бенефициара к ответственности в виде взыскания убытков. Суд по доказательной базе, сразу говорю, это все примерно кейс Филимендикова, все примерно постановление 9-го арбитражного апелляционного суда, вышеуказанное по слайду. Предмет доказывания один и тот же. Давал указания, где-то в СМИ публиковался и так далее. То есть на вот эти моменты стоит обратить внимание, как при созидании, так и при разрушении. Следующий кейс, который у нас в презентации указан, это оспаривание сделки по приобретению доли, признание права на долю за бенефициара. Ну мы этот кейс уже подробно... Я вам изложил данный кейс дела Филимендикова. Сразу скажу, что вот этот кейс дела Филимендикова, он такой новаторский весьма, потому что у нас в правоприменении вот в практике таких случаев пока что, обращаю ваше внимание, пока что немного. То есть там буквально несколько кейсов, если мы штук 5 наберем, то это дай бог. Но можете не сомневаться, что данная практика будет только нарастать, потому что по статистике у нас, если даже брать 22-й и 23-й год, дел, сейчас я исключительно банкротство беру, по выявлению конечных бенефициаров, по положительным судебным актам, по взысканию, по привлечению к субсидиарной ответственности, оспариванию сделок, их там раза два больше стало. Я думаю, эта динамика сохранится. Я думаю, мы уже будем с вами там к 26-му, 27-му году, мы даже, эта презентация уже будет не актуальна, потому что уже будет правоприменения достаточно. Но у нас цель какая? Цель либо данные риски нивелировать с соответствующими там и документами, и поведением сторон, либо наоборот, выявлять их в зависимости от вашего положения. Так, давайте перейдем к кейсу... Перейдем к кейсу... Из Аргора Холдинг Корпорейшн, тоже весьма интересный кейс по привлечению к субсидиарной ответственности. Такая субсидиарная ответственность небольшая, на 7,5 миллионов, но тем не менее. Обращаю, опять же, ваше внимание на даты судебных актов. Все судебные акты у нас датированы абсолютно точно не старше, там, 21-го года. Ну, там, может быть, где-то есть исключения, но в данном случае у нас центральный округ 23-й год, начало 23-го года. Суть спора — общество, должник, два участника, выводит, прошу прощения, не выводит, а создает новое общество, агроинвест продает доли, ну, размывает доли, давайте это так назовем. И управляющий приходит с иском о привлечении к субсидиарной ответственности и говорит, что агроинвест, выделение данного общества, это сделка, которая нарушает права кредиторов, уменьшает конкурсную массу, потому что фактически от должника были выделены активы. И солидарно привлекает к субсидиарной ответственности контролирующих лиц. И, опять же, одним из контролирующих лиц является господин Василишин. Данный господин Василишин признается судами контролирующим лицом. Вот здесь я коротко основные обозначил. Опять же, публикация в СМИ. Ну, у нас, видите, у нас, видимо, конечные бенефициары очень любят бахвальство, что у них есть какой-то бизнес. Поэтому с этим надо поосторожнее. Смотрите, уже второй кейс разбираем, везде это имеется. Это первый момент. Второй момент. Аудиозаписи судебных заседаний с показаниями других собственников. То есть, в рамках рассмотрения дела по банкротству другие были споры. И в рамках данных споров у нас, ну, не знаю, специально либо не специально, но другие участники данной группы компаний и так далее дали показания о том, что Василишин является контролирующим лицом ввиду того, что он дает указания и определяет финансовую политику, каким образом вести деятельность общества и так далее. То есть, тоже один из аргументов для привлечения в данной ситуации субсидиарной ответственности. Ну, и самый грубый, наверное, момент, самое грубое нарушение это перечисление денежных средств на юридические лица, где Василишин опять же таки имел определенный контроль по аффилированности, так скажем. И обращаю ваше внимание, что в данном кейсе указано, что Василишин не мог занимать должность, так как он являлся сенатором. Ну, вот о чем я и говорил, что в данной ситуации у нас принцип сокрытия через номинала был обусловлен невозможностью занимать определенные должности и позиции. Далее перейдем. Передача полномочий участника по доверенности тоже один из пунктов, один из способов этого понятийного сокрытия. Возможные риски, опять же, обретение самостоятельности номиналом, отзыв доверенности. здесь все просто делается. доверенность как выдал, так ее можно и отозвать без проблем. Второе, можно признать эту доверенность недействительной, что в правоприменении случается и находит свое отражение в судебных актах. Третье, это привлечение бенефициара к субсидиарной ответственности и взыскание с него убытков. в принципе, те кейсы, которые мы и Филимендикова, и иные кейсы рассматривали до этого, Василишина прямо говорят о том, что я прошу прощения, у Василишина не было доверенности, насколько я помню, прямо говорят о том, что наличие доверенности прямой путь к субсидиарной ответственности и взысканию убытков с конечного бенефициара. Поэтому осторожней, осторожней с этим. Буквально на минуту кейс с доверенностью было общество у агрофирмы, опять же, банкротство, обращаю Ваше внимание, опять же, обращаю внимание даты, 23-й год. Между вот этой агрофирмой и господином Юнусовым был заключен агентский договор. Поэтому агентскому договору Юнусов и к агентскому договору доверенность еще шла. Юнусов осуществлял юридически значимые действия от общества, в том числе и, конечно, денежные средства выводил, куда же без этого, ну и, соответственно, иные действия. И был господин Юнусов привлечен к субсидиарной ответственности. То есть, ну вот, все достаточно просто и до боли знакомо. Еще один из кейсов, который хотелось бы рассмотреть, это дело ЖБИ номер 12. Это дело ЖБИ номер 12. По данному делу у нас есть в ЖБИ номер 12 ряд собственников Ярошенко, Петров, и также есть Петров ВВ. Это отец Петрова СВ. Петров ВВ, суд пришел к выводу, что он фактически управлял финансовыми потоками группы компании, в том числе и ЖБИ номер 12, был директором ООО Берег, которая по судебному акту давала указания в ЖБИ номер 12, плюс было аффилированное, происходил вывод денежных средств, денежные средства, честно скажу, по доказательной базе это не слишком прослеживается, но тем не менее с материалами дела я не знакомился, ввиду отсутствия возможности. Были выводы денежных средств на третьих лиц, в том числе и на третьих лиц, которые так или иначе аффилированы с Петровым ВВ. Но и в пул юридических лиц входили юридические лица, которые не аффилированы. Поэтому аналогично Петров был привлечен к солидарно Петров Ярошенко и Петров сын к субсидированной ответственности 15 миллионов рублей. Вот такой кейс опять апреля 2024 года. Давайте теперь мы перейдем к следующей группе возможностей теневого владения, это юридический контроль. Как я говорил, что вот этот понятийный контроль он такой сугубо на доверии, но юридический контроль он чем отличителен и какая у него существует специфика. Помимо какого-то доверия у нас существуют письменно оформленные в документарной форме документы, извиняюсь, за таптологию. Но здесь доверие никто не исключал. Лучше юридический контроль тоже делать совместно с доверием. Основные способы юридического контроля опять же все по пунктам мы разберем. Разберем сразу скажу основные ввиду таймингов из-за того, что у нас уже практически час прошел. Не успеем пройдемся по опционам на приобретение доли, самые ходовые корпоративный договор с номинальным участником, договор конвертируемого займа и залог доли. Вот по первому двуму мы сегодня пройдемся, по двум остальным темы достаточно глубокие, достаточно объемные, обширные. Сразу вам скажу, опять же таки повторюсь, необходимо каждый инструмент применять в каждой сложившейся конкретной ситуации, с учетом ее специфики. Причем у нас зачастую эти способы юридического контроля между собой переплетаются, у нас зачастую опцион с корпоративным договором, конвертируемый заем у нас идет аналогично с корпоративным договором и так далее. Залог доли вот сейчас по тенденциям, как я вижу, из данного перечня, как будто бы стал выбиваться. Наверное, он стал выбиваться из-за опубличивания его, но про публичности опционы и корпоративного договора мы еще поговорим с вами. Там тоже есть определенные моменты и нюансы, которые необходимо учитывать. Давайте теперь перейдем первое к опциону. Я буду рассказывать про опцион, но где положение в опционе применимы к нюансам применимы к корпоративному договору, я безусловно это озвучу. По опциону у нас офертант, это, как правило, у нас номинальный собственник, выдает оферту, безотзывную оферту, акцептанту. Акцептант у нас выступает правая фигура, это конечный бенефициар. И конечный бенефициар у нас вправе акцептовать эту оферту и получить эту долю, которой владеет непосредственно номинальный собственник. Либо получить эту долю уже сразу, либо заключить опцион куплю-продажу доли, здесь опять же нюансы, необходимо их уже применительно к каждой ситуации рассматривать отдельно. По опциону сразу скажу, тоже имеются определенные нюансы его оформления, опцион у нас обязательно подлежит нотариальному удостоверению, на следующем слайде я там еще по отражению информации в игре по опциону расскажу, там тоже определенные нюансы имеются. В опционе есть несколько проблемных вопросов, я сегодня их постараюсь разобрать, но чтобы вы понимали, что тема опциона и его оформление при теневом владении и указание конкретных каких-то вариаций, ну это отдельная тема, я сегодня так сугубо поверхностно по ней пройдусь, то у нас бы, я думаю, наш вебинар бы затянулся часа на три минимум. Я бы с радостью, но, наверное, мне площадка не позволит это сделать. Касаемо публичности опциона и корпоративного договора. Ранее, до конца 2020 года у нас публичность опциона и корпоративного договора в принципе не была обязательной. Я сразу скажу, сделаю ремарку, что она и сейчас не является обязательной, но есть нюанс. Нюанс следующий. ФНС в конце 2020 года издает приказ, в котором утверждает новые формы в 13.014 и так далее и так далее для подачи в ФНС. И, как вы видите, вот я здесь специально в игрюле нашел пример сведения на наличие корпоративного договора. И теперь есть отдельная графа в этих формах, по которой нотариус может указать о том, что действительно есть некие оприменения далее в виде корпоративного договора либо опциона, и он может отразить это в игрю. Сразу скажу, что мы работаем с несколькими нотариусами, и, знаете, уже сейчас такая тенденция, что право вносить соответствующие сведения у нас как будто бы трансформировалось плавно из права в обязанность, и нотариус уже отказывается попросту удостоверять, допустим, опцион. Говорят, ну, если мы удостоверяем опцион, вносим сведения в опубличиваемых. Касаемо корпоративного договора, у нас ситуация немного иная. У нас в силу закона нет обязательного требования о том, что корпоративный договор у нас нотариально удостоверялся. Но если корпоративный, опять же, вот я буду как типичный юрист повторяться, возможно, все необходимо смотреть индивидуально. Допустим, если корпоративный договор содержит права и обязанности по выкупу долей, то есть уже либо опцион, либо там иные сделки, связанные с отчеркением доля, необходимо удостоверять его. В противном случае данные положения корпоративного договора будут институты, Поэтому вот относительно опубличивания опциона корпоративного договора либо искать нотариуса, до которого пока еще не дошло, либо публичить его. Но, как вы видите, из вот этого скриншота средней наличии корпоративного договора у нас конечный бенефициар не публичится, не публичится. Но, опять же таки, существует определенный риск того, что если будет судебное разбирательство какое-то, то данная информация может быть у нотариуса запрошена, ввиду наличия соответствующих обременений так называемых. Но, опять же таки, запросить информацию необходимо смотреть фактические взаимоотношения сторон, каким образом у нас оформлен опцион и корпоративный договор. Следующий проблемный вопрос касаемый опциона это стоимость доли акций при выкупе по опционам. Я думаю, все слышали, большая часть людей, я думаю, слышали о том, что у нас иностранный бизнес ушел с Российской Федерации и оставил за собой шлейф в виде опционных соглашений по выкупу обратному доли, где указана возможность выкупить долю по определенной цене в течение 30 лет. Опять же давайте от этого слайда чуть отойдем. Касаемо опциона, если он заключен между конечным бенефициаром и номиналом, можно использовать различные формулировки, юридический факт, когда может бенефициар акцептовать долю. к примеру, невыполнение финансовых показателей, еще какие-нибудь моменты, невыплата взаимных обязательств в каком-то определенном эквиваленте. Но, как правило, я вам сразу скажу, что при модели номинального теневого владения у нас используется конструкция без наступления юридического факта. Конечный бенефициар вправе акцептовать в течение 20 лет. Все, в течение 20 лет, не знаю, проснулся 07-02-028-го года, захотел акцептовать, акцептовал. Когда ему не понравилось владение номиналом, тогда я акцептовал. Второй тезис по этому слайду сразу скажу, что практики по рыночности, нерыночности опциона крайне мало, крайне мало. У нас вся практика в таком, можно сказать, зародышном состоянии находится, и судебных актов у нас, к моему сожалению, крайне мало. Но я думаю, они будут появляться. С учетом того, что у нас сейчас на рассмотрении находится законопроект, он называется у нас данный законопроект об акционерных соглашениях он пока не принят на рассмотрении находится, поэтому я думаю, у нас конструкция конструкция опционных договоров, корпоративных договоров, извиняюсь, будет только развиваться в дальнейшем. Пока кроме московских регионов, извиняюсь, московского региона, у нас боятся прикасаться к данной конструкции. поэтому отсутствие практики, оно и есть, но достаточно скупо оторожено. Касаемо стоимости доли, вы сами понимаете, что вы, допустим, представьте ситуацию, когда вы заключаете с номиналом опцион, вы вправе в течение 20-30 лет выкупить долю по своему желанию, а какая цена будет этой доли? И вот я привел некую градацию, как у нас стороны, которые пользуются опционами, определяют свою стоимость. Первый, самый простой, номинальная стоимость, либо стоимость 1 рубль. Вот это весьма, я вам скажу, в практике ходовая стоимость доли, либо стоимость опциона, которая зачитывается в стоимость доли и так далее. Вот в определении Верховного Суда, это отказное определение, там на инстанцию ниже, касацию надо смотреть, суд указывает, что номинальная стоимость доли, номинальная стоимость доли как раз-таки там, по-моему, если я не ошибаюсь, там как раз-таки 1 рубль был в данном определении. Суд указывает, что нормальная стоимость стороны свободы договора и так далее. Но обращаю внимание, что в данном кейсе не было третьей стороны, то есть был аффертант и акцептант. Давайте в нашем вокабуляре номинал бенефициар. Суд говорит, ну вы так договорились, номинальная стоимость, номинальная, рубль, рубль, все, это свобода договора и так далее. Но как этот спор развернется в случае, если будет третье лицо, к примеру, мы возьмем, придет кредитор, будет банкротиться общество или еще что-то произойдет. Я думаю, дело, есть вероятность, что дело заиграет новыми красками. Ну то есть была продажа доли, которая на момент заключения опциона стоила, не знаю, несколько миллиардов рублей, мы сейчас утрируем, а ее продали за один рубль. Ну понятно, свобода договора и так далее, но каковы экономические мотивы. Я думаю, такая практика будет и есть у меня сомнения, как она развернется, данная практика, в чью пользу. Но пока тихо, мирно живем. И сразу говорю, что, опять же, я на это акцентировал внимание, важен момент, когда вы заключаете и опцион, и корпоративный, ну наверное, здесь все-таки в большей степени опцион. Если вы заключаете опцион на стадии начала бизнеса, ну факт, общество пустое, еще не функционирует, там, возможно, есть вероятность и на номинальную стоимость съехать, и в одном из судебных актов, я потом вам покажу, есть формулировки суда о том, что бизнес любой носит рисковый характер, у нас конъюнктура рынка непредсказуема. Вы можете сейчас общество приобрести за 20 тысяч рублей, ну это реальная стоимость будет доли, а через 5 лет это все развернется в несколько ердов, ну кто же предсказывал, это коммерческий риск, понимаете, а вы можете наоборот вложить, не знаю, несколько миллионов рублей, зафиксировать цену опциона, а через какой-то определенный промежуток времени эта доля будет стоить ничего, ноль, ну это ваш коммерческий риск, то есть есть такие выводы практики. Далее, второй кейс, это стороны в опционном соглашении установили, что стоимость доли на момент акцепта будет определяться по рыночной оценке. Я вам сразу скажу, что с подобными кейсами сталкивался, рекомендуем крайне, если по данному пути идете, с целью того, чтобы у вас не было каких-то разночтений по стоимости доли, по экспертным учреждениям, сразу авторитетные, хорошие экспертные учреждения указывать в опционном соглашении, которое вам будут проводить оценку. Если не укажете, есть риск того, что ваш номинал пойдет, заплатит кому-нибудь лишние денежные средства, и ваша оценка вырастет, и придется платить вот так. Поэтому здесь тоже необходимо учтить нюансы. Следующий это определение стоимости на основе показателей E-B-I-T-D-A. В простонародье у нас называется E-B-I-T-A. То есть это у нас международная система выявления финансовых показателей, по которой рассчитывается стоимость фактически приобретаемой по опционам доли. То есть здесь все достаточно просто. Тоже, кстати, я вам скажу, опять обратите внимание на правоприменительную практику. У нас все судебные акты, так или иначе, связаны с Москвой. понимаете, здесь у нас практика по опционам и корпоративным договорам, такое ощущение только в одном регионе развивается. Ну да ладно. По E-B-I-T-A сказал, то есть нормально используется ходовая тематика вполне. Но опять же надо понимать ваши интересы, что вы хотите объективно показать оценку или не объективно, потому что вы потом вторым путем пойдете по расчету рыночной стоимости и вы уже будете заинтересованы в экспертном учреждении, которое будет проводить оценку. Четвертое кейс Московский округ формула расчета цены установлена со сторонами самостоятельно. Насколько я понял в этом кейсе было что-то наподобие определения рыночной стоимости доли, ничего великого такого не было. Но суд указывает, что формулу расчета сами определили, нормальная формула, опять же, свобода договора, как хотите, так и указывайте. К следующему слайду перейдем. Дело ООО «Марс», дело ООО «Марс», опять девятка, апелляция, спор между акцептантом акцептантом и аффертантом относительно того, что выкупная стоимость доли, установленная в размере 10 тысяч рублей, у нас аффертант заявляет, что она существенно занижена в соответствии действительности, представлены доказательства и так далее, и так далее, что это не рынок. Суд отказывает в удовлетворении требований, опять же, свобода договора, установили стороны и указывает на злоупотребление правом со стороны аффертанта при заключении, при поведении в суде. То есть, поначалу вы соглашались, а потом вы уже не соглашаетесь. И как раз таки в этом судебном акте у нас есть та самая формулировка, о которой я говорил, относительно того, что коммерческий риск, ну вы приобретали, было так, стало так, ну никто не застрахован, что это и в минус может все отразиться. поэтому я вам скажу, что пока что практика в большей степени позитивная по этому поводу идет, но опять же таки хочу предупредить, что по моим прогнозам эта практика может поменяться. И вот в случае указания выкупа за 1 рубль и при наличии третьих лиц, которые будут претендовать на иметь финансовые притязания к должнику к обществу, например, либо к физическому лицу, но это может аукнуться не очень хорошо финансово. Далее давайте пойдем и далее у нас всеми любимый корпоративный договор. Корпоративный договор я вам скажу, что в нашем правоприменении аналогично, как и опцион, штука неизведанная, весьма у нас очень много проводится и фебинаров, и проводятся юридические конференции, в том числе в Москве есть замечательный нотариус Ралько, наверное, кто-то знает в курсе, вот он как раз-таки возможно амбассадором является продвижение корпоративных договоров и операционных и конвертируемых займов, но скажу сразу, что вот пока у нас это популярностью не пользуется ввиду того, что нет надлежащего должного правового регулирования данных правовых конструкций, поэтому я уже сказал о том, что у нас есть законопроект о внесении изменений в ФСЗ об акционерных обществах и об ООО, на последнем слайде я вам покажу коротко, секторально, чем он нам интересен в рамках моего доклада, но не пользуется популярностью, ну вот у нас есть там статья позиции судов и государственной регистрации юридических лиц, где указано, что корпоративный договор, все, дальше вертите как хотите, вносите те условия, которые можно выносить, или вносите те, которые нельзя, а уже по ходу ПС определимся, можно было их вносить или нет, поэтому, опять же, возвращаясь к вопросу, нужно подходить весьма сбалансированно и грамотно при составлении корпоративного договора, написать в корпоративном договоре можно все что угодно, но будет ли соответствовать законодательству, вопрос такой открытый, давайте его оставим, возможно, на личную консультацию. Так, корпоративный договор, структура, по корпоративному договору у нас стороны корпоративного договора заключают его самого, в данном корпоративном договоре устанавливают права и обязанности лиц, там у меня на следующем слайде будет, я про это поподробнее расскажу. По этому слайду хотелось бы сказать, обратите внимание на одиноко стоящего человечка синего в правой стороне слайда, лицо не являющегося участника. У нас законодательство прямо предусматривает возможность того, что лицо не являющееся участником может быть участником корпоративного договора, но опять же таки вот сейчас вне рамок уже презентации понесло немножечко, оно и к лучшему возможно. У нас тоже есть различные позиции судов, может ли являться лицо не являющееся участником корпоративного договора. У нас различные позиции есть, одна позиция, вот сейчас я уточню, одна позиция может, вторая позиция не может и третья позиция может, если только у третьего лица есть какой-то реальный правовой интерес в заключении этого корпоративного договора. Ну, к примеру, он имеет право от требований, заемные денежные средства какие-то имеются в обществе и так далее. Я склоняюсь лично к тому, что третья позиция более правильная. Если у нас будет корпоративный договор с лицом, который никакого отношения не имеет к корпорации, к самому, к обществу, ну, согласитесь, это логически даже как-то как минимум странно выглядит. Ну, почему у нас указание дает лицо, которое вообще вне контекста общества? Ладно, у нас есть заемные обязательства или какие-то иные перед лицом не являющимся участником. Вопрос другой. Поэтому, опять же-таки, при построении теневой структуры и при ее разрушении, возможно, это использовать, я считаю. И это будет, наверное, одним из аргументов, почему заключен договор, допустим, корпоративный, а у лица даже нет никаких требований, прав, обязанностей к обществу, с кем заключен корпоративный договор. Ну, то есть, получается, приходит человек и руководит деятельностью по корпоративному договору. Ну, наверное, это уже немножечко правой природе корпоративного договора противоречит. Ну, это так, мои мысли по данному вопросу вне рамок данного вебинара. Что вы регулируете корпоративным договором? Ну, коли мы сейчас рассматриваем теневое владение, корпоративным договором регулируют, как правило, это обязанность участника голосовать определенным образом, за, против, по вопросам, указанным в своем корпоративном договоре. То есть, у нас, к примеру, давайте возьмем нашу схему, вот этот правый человечек, не являющийся участником, давайте не будем сейчас рассматривать, есть у него требования к обществу или нет, просто он участник корпоративного договора. Они заключают корпоративный договор вот с вот этим номиналом, неважно, их тут один, два, три, может быть, там вообще и один только номинал, может быть, все остальные реальные, ну, реальные бенефициары. И у нас по нашему, вот как раз таки пункту указано, что вот этот участник, либо они все должны голосовать за или против по определенным вопросам. Перечень вопросов указывается, то есть, можно привязать к этому. Можно, я вам даже скажу, в корпоративном договоре указать, что кого вы должны избирать на должность единоличного исполнительного органа, что, как правило, у нас вопрос в управлении часто встает. Ну, соответственно, лицо, не являющееся участником, дает указание, назначайте того, назначаем. Воздержаться от голосования можно указать, ну, это крайне неходовая тема, и так, вписано постольку, поскольку, я вам скажу. А вот третий пункт уже поинтереснее. Это обязанность участников голосовать таким же образом, как лицо, указанное в корпоративном договоре. Возвращаемся к нашей схеме. Предположим, что у нас есть вот этот участник корпоративного договора, который конечный бенефициар, имеет, не имеет, он там права требования. И есть у него два номинала, которые фактически задают тон деятельности общества, ну, корпоративному управлению. И есть два реальных участника. И вот в одном он уверен, там, это его, не знаю, мама, брат и так далее, участник боевых действий, а второго он не уверен, ну, там, вот друг какой-то. И вот он может установить, что вот этот друг верхний, он голосует точно так же, как его самое-самое-самое доверенное лицо. То есть вот он должен точно так же голосовать, как и он, никак иначе. Ну, что он ему доверяет, а этому нет. Поэтому тоже достаточно ходовая конструкция, я вам скажу. И последний момент, это порядок предоставления документации общества с целью контроля. В корпоративном договоре можно предусмотреть порядок предоставления документов. Ну, сами понимаете, что конечные бенефициары зачастую не может участвовать там, не участвуют в собраниях, во-вторых, может быть, какие-то внеочередные не проводятся, только очередные в апреле месяце проводятся, все может быть, но вот он может там запросить в любой момент, ему должны предоставить. Что тоже достаточно хороший инструмент в рамках корпоративного контроля. Просто по определенным метрикам, показателям выявлять, в том или направлении общество движется, либо пора уже опцион и акцептовать. Далее давайте пройдемся. Следующий слайд. Санкции за неисполнение корпоративного договора. Я бы даже сказал не санкции, наверное, а последствия за неисполнение. Санкции мы в виде штрафов потом перейдем еще в отдельном слайде за неисполнение корпоративного договора. Что касаемо санкций. Тоже ситуация достаточно стандартная. Вот предположим, у нас номиналы не исполняют корпоративный договор и не исполняют волю конечного бенефициара. Что делал? К примеру, у нас произошла коллаборация всех номиналов, если их там несколько, либо он один взбунтовался, вот ему бенефициар говорит, назначаем на должность единолично исполнительного органа, там, моего того-то, того-то. А номинал говорит, да, не буду. И принимает решение о назначении единолично исполнительного органа своего друга. Все, решение принято. Ну, вы понимаете, он идет в налоговую, если у нас конечный бенефициар не успевает возражение направлять в налоговую, то в этом случае, соответственно, у нас регистрируется тот единолично исполнительный орган, который назначен номинал. Ну, условия корпоративного соглашения нарушены. Вот тоже, опять же, возвращаясь к вопросу о публичивании корпоративного договора и там предоставления его в ФНС. Ну, вот если он в ФНС предоставлен, корпоративный договор, возможно, ФНС и приостановит регистрацию, либо вовсе откажет регистрации изменений. Ну, это, опять же, говорю, баланс, баланс, надо понимать, что мы хотим от того получить. Но в этом случае признание, в случае принятия решения номиналом помимо воли конечного бенефициара, ну, будем называть, давайте это, помимо, вопреки установленным положениям корпоративного договора, интересный момент возникает. Что делать? Ну, первое. Идти признавать решение общего собрания участников ООО, либо решение единственного номинала недействительного. Постановление арбитражного суда Московского округа признали недействительным. И вот, кстати, сразу перейдем к третьему последствию. И заявляется сразу же требование об исключении записи из ИГРУ, того единоличного исполнительного органа, которого назначили вопреки положениям корпоративного договора. Суд удовлетворяет, ставит на должность предыдущего, который был снят с должности единоличного исполнительного органа. Ну, это какие-никакие гарантии для, в нашем случае, конечного бенефициара. Второй метод центральный. Признание недействительной сделки заключено на основании решения принятого на решение корпоративного договора. Ну, у нас не обязательно решением может быть произведена внутри корпоративная какая-то перетасовка. Нет, может быть одобрена сделка, к примеру, по выводу активов. Ну, и вот, соответственно, сделку эту можно будет разрушить на основании того, что нарушены положения корпоративного договора. Но, опять же говорю, вопрос о публичивании. Если сторона же должна знать о том, что есть корпоративный договор, если в Игрюле есть сведения о корпоративном договоре, ну, сторона, наверное, должна была должной степени осмотрительности в данном случае продемонстрировать и запросить данный корпоративный договор, так как в выписке Игрюла есть данные сведения. Но это вопрос такой тоже дискуссионный. Честно скажу, я бы с радостью по каждому кейсу, по каждому пункту бы еще отдельно прошелся бы, но опять у меня сегодня, понимаете, день сожалений получается. И возвращаясь к вопросу, опять же таки, вот этого центрального пункта, убытки, убытки взыскать, если сделка была, к примеру, невыгодная для общества, ну, и плюс здесь еще накладывается корпоративный договор, финансово, финансово, то есть исключительно карать номинала финансово. Плюс мы сейчас еще на слайд, через слайд перейдем про санкции по корпоративному договору. Там отдельная пьеса, тоже поговорим. Вот, давайте, следующий слайд. С последствиями неисполнения, то есть неверная терминология, употреблена не санкция, а последствиями неисполнения корпоративного договора мы разобраемся. Но это основные. Кейс. Московский округ. Ну вот, кстати, на предыдущем кейсе у нас в Перуе северо-запад появился, что не может не радовать. Так, секунду. Кейс. Дело о мастерс. Заключен корпоративный договор между сторонами. Есть у нас мажоритарий, миноритарий. Заключен корпоративный договор. Мажоритарий должен голосовать так же, как миноритарий. То есть человек с большим количеством голосов, который имеет возможность принять решение только своими голосами, должен голосовать как миноритарий. Как лицо, у которого меньшее количество голосов. Проголосовал иначе, приняло решение. Решение в суде. Московский округ. 22-й год. Конец. Оспорено. Признание действительным в связи с нарушением положения корпоративного договора. Что не может не радовать, я вам скажу. Штрафы. Переходим к штрафам. Я вам скажу, что тут уже немного осталось меня терпеть. Но попрошу меня еще минут до 10-20 выделить. Штраф по корпоративному договору. Просто подборка практики от базовой до практики. Уже с большими цифрами. Первый кейс. Западно-сибирский округ. Видите, у нас уже на этом слайде западно-сибирский округ. Потихоньку Москву вытесняли. Заключен корпоративный договор между участниками. Участники должны были по корпоративному договору за реорганизацию проголосовать. Один из участников проголосовал против реорганизации общества. Впоследствии штраф 5 миллионов рублей. Просто за то, что лицо не проголосовало так, как указано в корпоративном договоре. И, насколько я помню по этому кейсу, там 333 не применено. Просто есть судебные акты, где штрафы по корпоративному договору режут, но не в этом случае. Решил я позитивно сегодня, позитивную практику подобрать. Но сразу говорю, будьте внимательны, что, вернее, имейте в виду, что штрафы могут быть порезаны. Вот опять немножко оторвусь от темы. По поводу законопроекта по внесению изменений в ФЗАБАО и ООО, там как раз-таки есть отдельные положения о штрафах по корпоративному договору. Я думаю, в последующем необоснованно штрафы просто по 333 резать не будут. То есть нам еще чуть-чуть подождать осталось. А может, кому-то и наоборот не надо ждать. Следующее у нас постановление арбитраторства Московского округа, 722 миллиона взыска на рублей штрафа. Но я вам сразу скажу, чтобы вы не пугались, это немножечко, знаете, это даже не штраф, это убыток, скорее всего. Но его в корпоративном договоре наименовали как штраф. То есть там из общества по решению участников в противовес корпоративному договору была выведена часть имущества, как раз-таки, по-моему, на сумму 722 миллиона рублей. И был взыскан штраф 722 миллиона рублей. К сожалению, я не нашел, каким образом там сама сделка живет. Ну, то есть произвели реституцию, провели реституцию или нет. Ну, сам факт, штраф взыскали. Ну, то есть, а если еще проведут реституцию, ну, получается, вот, как бы получилось то, что получилось. Ну, здесь тоже интересное дело. И 50 миллионов рублей участник продал долю в нарушении корпоративного договора. Ну, это тоже сумма штрафа, там, составляющая, насколько я помню, стоимость доли. Поэтому вот, как бы, ситуация вот такая. По штрафам, я думаю, здесь действует всеми любимая пословица много-немало, ну, лучше установить. Но, опять же-таки, у нас же правовая природа штрафа должна нести некий характер убытка. Ну, какой ущерб для общества? То есть, ну, мы можем, понятно, штраф установить и 100 миллионов рублей, но как мы будем это обосновывать, что человек проголосовал не так, как надо, и последствий для общества это никаких не было. Это ладно, вот эти кейсы, последние два, там, последствия были. Ну, вот, в случае, если я там проголосовал, не знаю, за, даже не знаю, за смену АКВЭДов не так, как надо, ну, вот, мне 722 миллиона. Я думаю, вряд ли это исполнимо, но, тем не менее. И сразу скажу вот еще, пока мысль есть. Корпоративный договор зачастую заключается с номиналами. Номиналы, в отличие от конечных бенефициаров, в большинстве случаев, это люди, у которых, ну, уровень понимания, уровень правосознания и правопонимания, он несколько ниже, нежели чем, там, вот, не берем даже, там, юристов профессиональных, не берем, там, бенефициаров конечных. И они вот эти цифры видят, и все. Говорят, ну, мы нарушать не будем, зачем мне попадать на 100 миллионов рублей? Хотя, вполне возможно, эти 100 миллионов рублей никто и не взыщет. Но, тем не менее, тут тоже есть, опять же, такие, некие узы, которые будут связывать понятийную договоренность в виде цифр в корпоративном договоре. Кейс? Кейс? Никор Капитал Партнерс? Так. Ну, это, в принципе, тот же самый кейс, который указан на 5 миллионов рублей. Вот, нарушение корпоративного договора и так далее. Ну, я думаю, мы здесь сильно на нем останавливаться, заострять свое внимание не будем. И перейдем к последнему слайду, к последнему информативному слайду с моим докладом. Потом еще пару минут я придется прорекламировать наш телеграм-канал, но куда без этого. Есть у нас в правоприменении такой институт, как подмена воли участников, акционеров, подмена воли участника, либо акционера. В чем этот правовой институт закрепляется? У нас, ну, я так, немножко издалека начну, у нас и абстрагируемся от корпоративных договоров. У нас есть случаи, когда есть определенный пул участников, 2, 3, 4. И вот один участник не приходит на собрание, игнорирует их, либо принимает такие решения, голосует таким образом, в результате которых невозможно принять решение, которое затрудняет деятельность общества. Ну, понятно, у нас есть конструкции там и исключения, и принудительной ликвидации юридического лица, но тем не менее. Есть такая непопулярная конструкция, как подмена воли. Есть у нас обзор судебной практики Верховного суда 25, 12, 19 года, пункт 14, который указывает, что суд может отказать в принятии решения общего собрания, не получившего необходимое количество голосов, недействительным, в том случае, если будет установлено, что участник без голосов, которое решение не может быть принято, без уважительных причин уклонялся от участия в собрании, препятствовал принятию решений, значимых решений для общества, осуществление которых бы затруднило деятельность общества. И в этом случае суд не может признать такое решение недействительным. И такая практика у нас единичная, но имеется. И вот при подготовке одного из корпоративных договоров я задался целью. А в корпоративном договоре-то мы с вами сейчас обсудили санкции, последствия неисполнения корпоративного договора. Ну да, ты можешь пойти обжаловать решение, но, понимаете, это уже зачастую, как говорится, поздно надевать бронежилет, когда уже ранили. А вот возможно ли это ранение каким-то образом превентивно избежать? И я задался вопросом относительно возможности подменить волю, прийти в суд и признать решение принятым. У меня же есть корпоративный договор. Участник обязался голосовать так, как в корпоративном договоре? Ну, видимо, можно. Но я вам сразу скажу, что в правоприменении мной, во всяком случае, после долгих часов одинокого анализа, не найдено подобных кейсов было. Только были кейсы вне рамок корпоративных договоров. Ну, когда уже, знаете, когда уже общество подперло прям конкретно, директор, условно говоря, умер, и надо нового назначать, а вот один из участников противится этому. Понятно, есть там и другие правовые, как я уже говорил, конструкции для разрешения этой ситуации. Ну, вот есть такая конструкция. Далее, что меня удивило? После того, как я задался этим вопросом, я как раз-таки проанализировал законопроект по внесению изменений в законодательство об обществах с ограниченной ответственностью и об акционерных обществах, и наткнулся на то, что, ну, вот мои мольбы где-то были, видимо, услышаны. И предлагается в статью 32 ФСЗ об акционерных обществах и федеральных обществах с ограниченной ответственностью внести соответствующие изменения. Что нарушение стороной акционерного соглашения, ну, то же самое, как при этом договора, сторонами которого являются все акционеры общества, обязанности при принятии решений, решений общего собрания акционерных осуществляет право голоса определенным образом, может являться основанием, ну, понятно, признания. И что меня больше интересует, это так и признание ее проголосовавшей определенным образом в соответствии с акционерным соглашением. То есть мы уходим от, уйдем, я надеюсь, от этой конструкции, когда надо будет что-то признавать недействительным, а там, знаете, я вам скажу, что процедура, например, если номинал избрал директора своего и в Ягрюл его внес, она может затянуться на долгие года, пока оспорится решение, пока, очевидно, пойдет номинал оспаривать условия корпоративного договора, еще что-то возникнет, примет еще решение параллельное и так далее. То есть это может затянуться при том, что бенефициар не будет предпринимать каких-то активных и своевременных действий в несколько лет. И вот я вам скажу из практики, что у нас директор, которого снимали, стоял, ой, больше двух лет, наверное, два с половиной года, ну, пока все не было урегулировано, ну, вы сами понимаете, за два с половиной года там уже и люди умирали, но вот директор оставался. Поэтому вот интересное нововведение в части вот конкретно нашего предмета обсуждения сегодня. Вот, ну, в принципе, в части познавательный все, но не совсем все. Вот у нас есть телеграм-канал нашей компании Lexvort. Я вам скажу, что там тоже познавательная часть присутствует. Я иногда публикую какие-нибудь, ну, и не только я, материалы в том числе и в рамках корпоративных споров, созиданий, разрушений, дружбы, любви между собственниками и в том числе и понятийных тем. Поэтому вот кто хочет подписаться, подпишитесь, там не только за презентацией, но вот надеюсь, надеюсь, надеюсь все. Надеюсь, что вам все понравилось. Если сейчас какие-то вопросы есть, я попробую на них ответить. Вопросы со спецификой, если какие-то есть у вас, то давайте, так как у нас время уже полтора часа прошло, будем с вами по ходу пьесы их разрешать. Вот у меня есть электронная почта, телефон, можете мне в телеграм писать, главное, там, не после 10 вечера и не по выходным. Остальное с радостью приму, буду рад ответить, ну, и, в принципе, посмотреть, знаете, какой-то срез сделать, с чем у нас сталкивается предпринимательство. Я думаю, здесь основные слушатели, наверное, не юристы все-таки, а управленцы, возможно, и топ-звена. Вот, на этом за сим по вопросам этим я откланиваюсь, и секундочку, сейчас я открою чат. Так, Кристина, сроки давности нет в этом случае. Вот, Кристина, там интересный момент со сроками давности. Я хотел сказать про сроки давности, значит, сильно ускорился. Суд приходит к весьма интересному заключению, к весьма интересному мнению. Да, сделки там с 2004-2007 года, но суд указывает, что срок исковой давности начал течь с того момента, когда произошло, по-моему, последнее отчуждение доли. Оно произошло, по-моему, в 2017 году. И конечный бенефициар начал обладать той долей, которую он обладает, в 2017 году. И это все свел плюсом, извиняюсь, разделю. Вот у нас есть объективные сроки исковой давности, 10 лет. Вот здесь при любом раскладе, если мы берем 2007 год, даже объективные сроки исковой давности пропущены. В данном случае по объективным срокам исковой давности суд указал на последний вывод. То есть там, ну, вы видели по схемке, у нас трансформировались доли с 20% до 28%, там они отчуждались туда-сюда. Вот с последнего отчуждения объективной срок исковой давности. С точки зрения срока давности по основаниям ничторности, по притворности, ну, с момента, когда управляющий должен был узнать. Ну, все достаточно просто, суд разрешил. Так, Ольга, вот мне интересно, а если номинал решит всем завладеть реально? Были ли такие случаи? Ну, конкретно у меня в правоприменении таких случаев не было. Но я вам скажу, сейчас, хотя был один кейс сейчас. В общем, Ольга, я вам скажу так, что один кейс был, но там, знаете, там не совсем номинал был. Ну, вот номиналы перетасовались, можно сказать. Один номинал продал другому номиналу, который неконтролируемый был. Споры до сих пор идут. То есть там ситуация произошла следующая, чтобы вы понимали, было общество, был конечный бенефициар как раз-таки на доверительном, вот этом вот, на нашей доверительной модели, понятийной. И был его номинал друг собственника. Вот этот номинал друг, его ввел один управляющий в заблуждение, в недобросовестное о том, что ему надо продать долю эту ему по номиналу, а то в противном случае будут проблемы. Ну, вот так как номинал был прям номинал-номинал, он продал эту долю. Все нотариально удостоверили, он ему там по номиналу за 40 тысяч рублей эту долю продал, а общество-то реально пустое было. И дальше начинается интересный момент. Ну, общество, знаете, уже под закат карьеры шло. И начинается спор, то, что этот номинал управляющий, он начинает оспаривать те сделки, которые совершал предыдущий номинал. Ну, вы сами понимаете, кто выгодоприобретатель был, конечный бенефициар. Там полетели сделки и сделки по купле-продаже недвижимого имущества на очень большую сумму. Он по факту на себя их вывел, вы понимаете. И тут тоже, на самом деле, дело очень интересное. Можно в него погружаться и погружаться по поводу автономности воли юридического лица, по поводу иных аспектов и так далее. Ну, в конечном итоге получилось, как получилось. Сейчас все идет в стадии того, что оспаривается вот эта сделка по продаже от номинала к номиналу. Ольга, поверьте мне, в любом случае это легко не будет. Вот так я вам скажу. Так, Романа Василишина вообще документального оформления не было. Так, дело Василишина, насколько я помню, у него документального оформления никакого не было. А, подождите, стоп, 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 дело Василишина. Нет, Василишин, знаете, он каким-то образом там мелькал в обществе. По-моему, он какие-то там функции по каким-то договорам, чуть ли не по трудовым, срочным выполнял. Ну, там что-то минимальное было. Есть ли какие-то налоговые риски при заключении опциона? Есть ли какие-то налоговые риски при заключении опциона? Есть ли цена покупки не рыночная? Елена, вопрос хороший, я честно вам скажу, признаюсь, искренне. Я бы очень хотел показаться сейчас всесторонне развитым специалистом, коим я, наверное, не являюсь. Налоговыми вопросами я не занимаюсь, я не налоговик-юрист. Но, Елена, я ваш вопрос... Давайте вы свой вопрос мне на электронку напишите, я вам обязательно отвечу. У меня вот есть целый департамент, кто этим занимается, и с превеликим удовольствием вам ответит. Евгений. Егор, по вашему мнению, какой вариант скрытого владения наиболее безопасный для бенефициара? Евгений. Евгений, Евгений. Я вам скажу так. Итак, первый момент. Умный. Умный вариант. Как я говорил, первое, вот, Евгений, мне нужна конкретная фабула, что есть такие-то общества, есть такие-то интересы и так далее. Если мы берем вариант паникийный, либо юридический, я, безусловно, вам рекомендую юридический, но, опять же, при составлении юридического варианта мы будем и понимать, какой паникийный вариант. Ну, вот, к примеру. Вообще, необходимо комбинировать, исключительно комбинировать, некоторые одним опционом, как бы все проблемы решают. Понимаете, тоже опцион. Как я вам сейчас в рамках своего доклада говорил о том, что опциону рознь. Можно цену выкупа рубль установить, можно рыночную, можно еще что-то. Надо понимать, какое общество будет и так далее. Понимаете, Евгений, вот я, честно, сейчас сам вот это говорю и сам не верю в то, что я это говорю, потому что это слишком общо, все. Вот итогово, да, если есть какие-то вопросы у вас будут, можете там, не знаю, написать, позвонить и так далее, я вам отвечу с учетом фабулы. Но вот мое мнение, что надо ко всему крайне с умом подходить. Это, понимаете, это как... Здесь, на самом деле, очень тонкое дело, понимаете? Вот как Восток примерно. Почему? Потому что, вот возьмем, допустим, критерии этого, критерии дробления бизнеса налоговые, да? Я там не налоговый юрист, как я уже говорил, но уже сам себе чуть противоречу. Но в рамках дробления я там эти критерии, с ними работаю, знаю. Вот понимаете, здесь каждый шаг, который делается и который нарушает критерии дробления, он может быть фатальным. Так и тут он может быть фатальным. И каждый шаг, что вы там сделаете не так, доверенность от себя выпишите, еще что-то и так далее. Вот нужна фабула. Извиняюсь за долгий ответ. Так, Карина, спасибо за тему, Карина. Вам спасибо большое. Я вот люблю позитивный фидбэк от этого всего. А если речь о недвижимости в РФ, как можно скрыть это владение? Например, продать недвижимость в ВОО или иностранному лицу, или фонд какой-то организовать? Слушайте, вопрос. Можете сделать, в принципе, можете и фонд организовать, можете и некоммерческую организацию сделать. Можете сделать, можете сделать не публичное АО, какого-нибудь учредителя туда закинуть, который пусть светится, как учредитель единственный, и все. Вариантов много. Можно и иностранному юридическому лицу. Но, правда, тут тоже необходимо смотреть, какому иностранному юридическому лицу. И, опять же-таки, надо анализировать налоговые последствия всего этого. А это отдельно. Мне надо в другой кабинет идти за этим. Поэтому вариантов уйма. Я вам скажу, спрятать недвижку в РФ. Я вам скажу, можно и фонды. Масса вариантов. Масса. Растворить это все. Если номинал есть, можете и на номинал. Николай, ответственность у вас, как компания, если вы оказываете услуги по сокрытию конечного бенефицара? Николай, нет, нет, нет. Вы что, вы меня неправильно поняли? Я не оказываю услуг по сокрытию конечного бенефицара. Ни в коем случае. Вот ко мне приходит человек, я ему говорю, что уважаемый Евгений ко мне придет, например, по безопасному владению. Я скажу, уважаемый Евгений, вот мы работаем в соответствии с уголовным законодательством, в соответствии с ГК и так далее, и так далее, и по списку. Ни в коем случае. Вот все, что делается, вот вся информация доносится до меня, если она будет противоречить законодательству, я просто скажу, что уважаемый Евгений, мы с вами, наверное, сотрудничать не будем. Но если Евгений придет и скажет, что я с благими намерениями к вам пришел, и окажем услуги. А ответственность? Ну, я вам скажу, что да. Сейчас вот, Николай, если мы уже темы немножечко отстраненные, вот нашего вебинара, меня еще не выгонят, надеюсь, с работы. Вот. От нашего вебинара посвятим. Сейчас действительно ответственность, к сожалению, к моему большому консультантов нарастает. Сейчас и кейсы появляются с ответственностью, с уголовной ответственностью. Если раньше у нас какой-нибудь кейс аэрофлота был, что там консультанты что-то вывели, это прям, знаете, всем как серпом по руке было. А сейчас я вот смотрю, это как уже как за здрасте происходит. Поэтому и, Николай, понимаете, что я же тоже не самоубийца. Мне тоже там необходимо и свой этот стрит кредабилити, репутацию сохранить и нахождение себя в плоскости не за решеткой и без финансовых притязаний. Поэтому я вам скажу, что только строго по закону действуем. Ну вот как бы так. Вроде бы все вопросы исчерпаны. Скажу вам, честно, был рад вам донести информацию. Я очень надеюсь, что она вам была хотя бы немножечко полезна. Я просто сегодня какой-то добрый очень сильно. Если что, пишите, звоните, проконсультируем, пообщаемся. Можем пофилософствовать и на сторонние темы, не только по тематике моего вебинара. Любая корпоративка с радостью. Если налоговые, дам другой телефон, если что. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова